Библиотека имени Горького на сегодняшний день оснащена всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя здесь комфортно. Пандусы, лифты, а также специальный подъемник для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Я считаю, что наша библиотека одна из самых лучших мест в Рязани, где есть доступная среда для людей с инвалидностью. Именно в новом здании я имею в виду, потому что здесь есть лифты, здесь есть пандусы, здесь очень просторное и хорошее пространство, тут оборудованы туалеты. Владимир – постоянный посетитель и друг библиотеки имени Горького – один из тех, кого сегодня мы называем людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проблема с опорно-двигательным аппаратом не позволяет ему передвигаться без костылей, но делает он это без посторонней помощи, так что проблема доступной среды, по его словам, перед ним стоит не так остро. Однако, занимаясь общественной работой в Рязанском отделении Всероссийского общества инвалидов, он лучше других понимает, что безбарьерная среда – это не просто должное оснащение зданий, улиц и общественного транспорта. У людей, у которых есть проблемы, те же самые передвижения, например, для них, я считаю, очень остро стоит вопрос общения, потому что, так как у них не только физические проблемы, но и еще проблемы взаимодействия с окружающим миром, и люди часто находятся в изоляции, люди часто одиноки. Сотрудники библиотеки имени Горького помогают справляться и с этой проблемой посредством различных социальных проектов, праздников, выставок и творческих встреч. Все это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья общаться, развиваться, делиться с окружающими своим опытом и своими талантами. Елена Васильевна и Татьяна Федоровна – мамы детей с ограниченными возможностями здоровья и постоянные посетители всех мероприятий, которые проводятся библиотекой. Они лучше всех знают, насколько важно для их детей общение. Наши детки очень с удовольствием сюда приходят. Да, у них ведь главное общение таких детей, лишняя площадка, где можно пообщаться и что-то интересное узнать, они с удовольствием посещают. Это не просто важно, это необходимо, как дышать людям, это необходимо, потому что действительно все ограничено. И знакомство, и общение, и выходы, и все ограничено. Это просто как глоток свежего воздуха. Немаловажно это и для самих сотрудников библиотеки. Не только мы, как государственные учреждения, нужны этой категории людей, детей, но и эти люди нужны нам. Они делают нас, мы надеемся на это, лучше, добрее. Мы научились понимать потребности детей и взрослых, имеющих эти проблемы. И находим с ними общий язык, мне кажется, к взаимному удовольствию. Библиотека имени Горького не единственное учреждение в Рязани, где создаются комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня уже есть уверенность в том, что в скором времени доступная среда в нашем городе станет повсеместной. Продолжение следует...